Прошедший год обеспечил себе место в истории. Инвестиционные банки в США перестали существовать как класс. Мировая экономика, которая еще несколько месяцев быстро росла, вдруг оказалась в рецессии. Прогнозы ее роста на следующий год колеблются около 1%, тогда как по методологии МВФ рецессией считается рост мировой экономики менее чем на 2,5%. Страны-экспортеры сырья, еще полгода назад похвалявшиеся экономической, а некоторые и политической. Мощью сегодня пытаются сверстать дефицитные бюджеты и наскрести хотя бы несколько процентов роста ВВП на следующий год. 2008-й войдет в историю и благодаря смене экономической парадигмы. Последние четверть века считалось, что свободные рынки – это самый эффективный механизм распределения ресурсов и рынков. Мешательство же государству в экономику должно быть минимальным. Но идея того, что рынки всегда правы – безумная идея. Идея невмешательства государства умерла. Идея всемогущих рынков умерла. Такой вывод сделал в октябре президент Франции Николай Саркози, собрав лидеров Евросоюза на экстренный саммит, на котором они объявили о государственной поддержке финансового сектора. Большое правительство вернулось. Банковские системы развитых стран квазинационализированы. Многие банки перешли под прямой контроль государства. Восстановление экономики теперь будет идти в значительной степени за счет резкого роста госрасходов. Надолго ли государство заняло лидирующее место в экономике? Примеров того, что оно менее эффективно, чем частные собственники-управленцы, немало. Но и рынки без адекватного регулирования и надзора способны впасть в безумие. По-видимому, наступающий год станет годом поиска баланса между степенью госконтроля и частной рыночной инициативы. Хотя, конечно, эта задача не на один год.